Насбанк назвал задачу привлечения прямых иностранных инвестиций одной из ключевых для достижения необходимых темпов уверенного экономического роста в стране. Это возможность быстро научиться у развитых стран продвигать свои собственные инновационные продукты на внешних рынках. С новостями экономики в студии я приветствую нашего обозревателя Сергея Волика. В Насбанке утверждают, что не стоит рассчитывать на какой-либо значимый экономический рост без решения фундаментальных задач. Насбанк назвал ключевые задачи для роста белорусской экономики, в том числе необходимые для достижения цифр 2020-го. По словам экспертов, важны три основных канала. Это наращивание экспорта, привлечение прямых иностранных инвестиций и повышение эффективности работы госпредприятий. При этом аналитики подчеркивают, что политика безосновательного снижения ставок неприемлема и даже опасна. Если мы начнем снижать сейчас ставки еще больше или выдавать больше кредитов, мы только простимулируем внутренний спрос. В результате чего инфляция ускорится, курсы бесценятся, мы потеряем в реальном выражении наши зарплаты и рост экономики в конечном итоге только замедлится. А Центробанк России обещает не вводить отрицательные ставки по валютным вкладам граждан. То есть пока в соседней России не случится ситуация, когда вкладчик размещает деньги в банк, но не получает проценты и еще сам доплачивает комиссию. Ранее российские банки попросили регулятора разрешить ввести отрицательные ставки для вкладов юридических лиц, поскольку деньги, полученные от россиян, приходится вкладывать в Европе. А там у качественных активов ставки уже отрицательные. После резкого падения цены на нефть устремились вверх. Саудовская Аравия полностью восстановила пострадавшие в результате недавней атаки добывающие мощности. На этом фоне углеводороды и эталонных марок после резкого падения накануне начали расти в цене. На лондонской бирже декабрьские фьючерсы на нефть Брент поднялись до 59 долларов 69 центов за баррель. Фьючерс WTI на ноябрь сегодня подорожал до 54 долларов 55 центов. А Минск стал лучшим городом СНГ для осеннего туризма, сообщает туристический портал Турстат. Там отмечается, что рейтинг составлялся по результатам анализа популярности городов у туристов осенью этого года. Самостоятельные туристы приезжают в города СНГ осенью в среднем на 2-3 выходных дня. Организованные туристы обычно выбирают экскурсионные туры на неделю, при этом расходуют от 40 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.